В 2012 году была высказана оригинальная гипотеза, согласно которой летающие тарелки, призраки, привидения и различные сказочные сущности имеют единую природу и попадают к нам из параллельных миров. Что домовые, что инопланетяне – это, в общем-то, структура примерно одного порядка. Существует множество свидетельств того, как гуманоиды растворяются в воздухе или проходят сквозь стены. А значит, не исключено, что они прилетают к нам не с других планет, а из других измерений, из загадочных параллельных миров. Из рассекреченных материалов. 7 июня 2011 года. В камеры видеонаблюдения этой гостиницы попадает нечто похожее на призрак, который мечется между стенами. Через секунду эту сущность фиксируют видеокамеры другого этажа. Там ее присутствие поначалу вызывает сбои электрооборудования. Затем изображение восстанавливается. При замедленном повторе различаются контуры головы, туловища, рук и ног. Пересечения миров, они должны быть и обязаны быть. Могут ли люди по аналогии с призраками тоже оказываться в чужом измерении, невидимых параллельных мирах? Могут ли внезапно исчезать и материализовываться в других временах, столетиях, эпохах? Давайте обращаться к всемирной, так сказать, кинематографии. Существуют, как бы сказать, факторы, да, люди обращаются. Существуют всевозможные явления, которые происходят. 1928 год. На небосводе кинематографа уже ярко сияет звезда Чарли Чаплина. Он ворвался в мир кино оглушительно, со своим уникальным даром создавать комедии, приносить публике смех и радость. В одном из кинофильмов Чаплина «Цирк» исследователи аномальных явлений обнаружили загадочный эпизод. Случайно в кадр попала вот эта дама. Она держит возле уха некое устройство, то есть ведет себя как современный человек, разговаривающий по мобильному телефону, появившемуся, между прочим, более чем через полвека. Возможно ли, что эта дама – путешественница во времени? И в кадр попал ее разговор с другим путешественником. А теперь обратимся к фотографии 1941 года, хранящейся в одном канадском музее. Среди толпы странный молодой человек. Посмотрите, как он отличается от людей того времени. Современная прическа, свитер нынешнего покроя и модель очков 21 века. На его груди фотокамера, которых тогда еще не выпускали. Кто он? Пришелец из будущего, представитель иных цивилизаций. Ведь у нас на Земле множество миров, только каждый в своем измерении живет. И получается, что кто-то в параллельном мире, кто-то в смежном мире, кто-то в нижнем мире. А есть миры даже, которые находятся и под землей. Светлана Литовченко, судя по ее рассказам, имеет богатый опыт перехода в иные измерения и путешествий в параллельных мирах. Я перемещалась в пространстве и бывала в разных местах. Можно это назвать, можно и не обязательно. Но фактус, что была на разных планетах, в разных системах, минуя нашу солнечную систему, именно там, где мы живем. И была в других пространствах. Перемещалась по определенным туннелям, порталам и так далее. Такая ее отличительная способность проявилась после одного невероятного случая. Когда я сотрудничала и работала в лаборатории Анатолия Федоровича Ахатрина, академика, который занимался микролептонными концепциями, то он меня пригласил поехать вместе с ним на место, где была посадка НЛО. Это всходнее. И мы с ним отправились. Со стороны все казалось привычным. Насыпь, лес, вытоптанная трава. Но накануне аэрофотосъемка этого района показала круг с рисунком, похожий на те, которые нередко появляются на полях Великобритании. Я стояла рядом, а Анатолий Федорович вошел в этот круг. Вошел в этот круг, и он решил взять из этого круга немного земли, чтобы потом ее изучать, смотреть, проводить какие-то обследования, анализ. И когда он начал этим заниматься и стал копать, я ему сказала, говорю, Анатолий Федорович, что-то я чувствую, что мне как-то нехорошо. Начинается какое-то головокружение. А он говорит, что ты мне-то захорошела. Так, давай, говорит, быстренько, быстренько, быстренько. Сейчас я еще несколько раз, говорит, вот копну, и давай скорее будем уходить. Однако помутнение не проходило. Деревья и трава смотрели на нее, словно с экрана испорченного телевизора. Изображение то сжималось, то вытягивалось, то начинало бешено пульсировать. И в этот момент я стала ощущать, что я как будто начинаю подниматься. И так как Анатолий Федорович стоял рядом, он схватил меня за руку и прям закричал. Ты куда? 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 И меня вытащил оттуда. Я говорю, я не поняла, что со мной происходит. Анатолий Федорович посмотрел и говорит, так здесь же зона, переход в другой мир. И фактически, находясь в ней, можно переместиться. И вот, видимо, вот это со мной как бы и было начало перемещения этого. И меня Анатолий Федорович выдернул оттуда. С каждым годом становится все больше людей, рассказывающих невероятные истории о своем исчезновении из нашего мира. Куда же они пропадают? Когда-то ответственными за похищение людей в неизвестные сферы считали богов или дьявола. А сегодняшние очевидцы похитителями называют инопланетян, внезапно появляющихся на летающих тарелках. За историю своего существования человеческая цивилизация собрала ряд свидетельств такого явления, как перемещение во времени. И в период правления египетских фараонов, и в годы Средневековья появлялись очевидцы, рассказывающие о встречах не только с призраками и привидениями, но и со странными людьми, машинами, механизмами. В Туве мой учитель показывал просто как портал, когда можно было увидеть, я уж не знаю, какого века эти самые, какого века там кочевники были, я не настолько историк, но действительно я видел, слышал, нюхал, как они, вот эта орда проезжала мимо вот этого куска между деревьями. Вот это видно, там было два метра, и вот это вот, да, было видно. Да, конечно, это изменение состояния сознания, да, это место, которое там, электромагнитное, которое помогло получить это, да, это как прокол по времени, но это существует. В мире существует довольно большое количество загадочных мест, где время от времени исчезают люди. Не обязательно навсегда. Чаще всего они вновь появляются и делятся впечатлениями. Вот это, так сказать, я наблюдал сам на себе. Когда ты входишь в одну точку, у тебя прошло три минуты, эти они два часа, ты возникаешь в точке, там, ну, не знаю, с другой стороны деревни. Это действительно есть. Сергей Зинкевич, участвуя в экспедиции по Пермскому краю, на себе испытал неестественный по земным меркам ход времени. Зимой мы пытались выйти к древнему городищу, который мы там нашли до этого. Старинное городище, спиралеобразное, как делали наши предки еще в тех краях, в тех краях Аркаима, там уже очень много, там, десятки таких же городищ, как Аркаим, есть. Аркаим. Укрепленные поселения, возраст которых, по версии ученых, достигает четырех тысяч лет. Эта система городов обнаружена на значительной площади, охватывающей Казахстан, Башкирию, Челябинскую, Свердловскую и Оренбургскую области. Скорее всего, там, ну, прорыв в какую-то иную реальность. Ну, то, что, понимаете, вот для нас, там, мир духов, там, или загробный мир, мир другого реальности, не исключено, что мы для какого-то мира тоже являемся такой же реальностью и тоже не лучше даем на них, чем они на нас. Ну, какие-то там несколько иные физические процессы, которые уже выражаются, то, что можно померить в электромагнитном каком-то спектре. До сих пор ученые не могут прийти к единому мнению. Кто был основоположником строительства подобных городищ? Члены научной экспедиции, в которой участвовал Сергей Зинкевич, пытались ответить на этот вопрос. И мы пытались туда попасть. Пытались попасть зимой, метель, где-то 30 градусов мороза, и шли мы, значит, пешком. Шли пешком и стали возникать экраны. Временные экраны, светящийся полок, люди входят в полок, мы их не видим. Когда мы подходим к полку через две минуты, людей мы видим где-то за километр, условно говоря. То есть вот идет перескок. Из рассекреченных материалов. 10 июня 2011 года. В камеры видеонаблюдения одного из домов попадает гуманоид, который растворяется в стене, как в фантастическом фильме. И вот что после этого фиксируют видеокамеры квартиры, что за этой стеной. Прихожая. Начинает прыгать диван. Словно дом испытывает сильные подземные толчки. Кухня. Здесь одна из дверей навесного шкафа начинает невероятно резко открываться и закрываться. Буквально через секунду в спальне начинает равномерно раскачиваться телевизор. Затем он упадет, а экран расколется. И, наконец, финальный аккорд. Он слышится вновь на кухне. В начале из шкафа падают пакеты с крупой, а затем из мусорного отсека выпрыгивает пластиковая емкость. Незваные сущности, их можно как угодно называть. В одной традиции бесы, в другой стороны. Еще какие-то сущности, кто-то их называет нейтральными. Но суть такая, что если что-то в твою психику вторгается незванно-негаданно, ну, тоже как те в доме. То есть сначала надо выставить, а потом подумать, нужны они или нет. А если нужны, то зачем? И в любой традиции с ними общались сверху вниз. Пшел, убирайся. Не звали. А если звали, то все равно уважительно тоже особого отношения не было. Это в отличие от домовых. Домового обычно считают добрым духом. Он душа дома. Выглядеть домовой может по-разному. Впрочем, возможно, люди по-разному воспринимают подобных сущностей из иных измерений. Это может быть невысокий бородатый мужичок такой. Это может быть какая-то там, такая же невысокая бабулька там какая-то. Кто-то видит в виде кота там пушистого. Кто-то видит просто какой-нибудь там пушистый шарик. Но чаще всего это дом, в котором есть домовой, ты когда входишь в дом, чувствуешь, он теплый. Из него не хочется уходить. Считается, что злые духи могут выдавать себя за домовых и пугать жильцов по ночам. У меня было такое, что один раз я проснулась, и такой был момент как бы полусна, когда я смотрю, как бы на люстре кто-то висит. Как бы отдавая себе отчет в том, что я ясно в умеет сознание, вижу, что как будто кто-то висит на такой тоненькой веревочке на люстре. У меня просто рассказывают, у меня аж мурашки реально по мне, потому что это реально такая картина, которая как-то очень отпечаталась в мозгу и осталась со мной навсегда. Это реально очень страшно. И я просто начала молитвы читать, там «Отче наш сущий на небесах». И как-то постепенно так рассеялось. Но это было около минуты. Это кажется, что мало. За минуту у меня вся жизнь просто прошла реально это очень долго. Всегда считалось, что эльфы, феи, водяные, лешие и домовые – это сказочные персонажи, придуманные в глубокой древности. Они дошли до нас вместе с легендами и мифами. Но давайте задумаемся. Какой же надо было обладать нечеловеческой фантазией и гениальностью, чтобы описать такие яркие персонажи? А может, сказочные герои и не придуманы вовсе? Может, они действительно существуют? Только в других, параллельных мирах, периодически наведываясь к нам в гости. И пугают. Пугают нас. Эстрадная певица Елена Князева с детства ощущает вторжение в свою жизнь темных потусторонних сил. У меня был такой период в детстве, когда я просыпалась, я спала как напротив брата, у нас были кровати напротив друг друга, я видела какую-то черную фигуру у него в ногах. Я об этом постоянно рассказывала маме, меня водили в церковь несколько раз, но это как бы ничего не меняло. Я постоянно что-то видела в детстве. Потом это быстро закончилось. Но я вспоминаю как страшный сон, потому что мне было очень страшно, я рассказывала об этом всем, меня никто не слышал. Люди думали, что просто фантазия ребенка, а я реально видела то, что я видела. Во время съемок музыкального клипа в одной теплой заморской стране к Елене подошла неизвестная женщина и протянула кулон. Елена приняла его как дружеский подарок, сувенир. Я его одела и носила достаточно долго. И после этого я просто начала чувствовать себя плохо. У меня была слабость, голова кружилась. Здесь такое ощущение, как будто меня просто медленно, но верно отравляли. Реально, я себя плохо никогда в жизни не чувствовала, ни до, ни после. У меня в какой-то момент даже ноги просто отнимались. Я просто лежу и понимаю, что я не чувствую ног. Такой был ужас. Состояние ухудшалось с каждым днем. Депрессия даже вызывала в ней судорожное желание покончить жизнь самоубийством. Я приехала в Москву, хотела пойти в церковь к мощам Матроны, которые находятся на Таганке. И как-то постоянно, как будто что-то меня там просто не пускало. И когда я уже просто отложила все дела, собралась силами, там, не знаю, бороться с плохой самочувствием, поехала, мне батюшка сказала, я ему сказала, что было в моей жизни, в последний долг исповедовалось, что вот сними эту дрянь, там, выкинь ее, причащайся, ходи там на службы. И какое-то время спустя мне стало лучше. Не сразу. Прошло время много. Недели три, наверное. Злые духи врываются в жизнь людей без приглашения. Если не считать сеансы черной магии, во время которых нечистую силу вызывают сознательно. А вот добрые силы приходят на помощь человеку только лишь после соответствующей просьбы или молитвы о помощи. Заметьте, святых нужно просить. Святые иконы нужно обращаться с просьбой. И ждать, когда откликнуться. А когда тебе кто-то приходит и приносит, и говорит, ну, а тебе вот этот самый коготок, который увяз, а все птички пропастили. Но может быть повествование о злых и добрых духах, призраках, полтергейсте – это темные предрассудки или обычные галлюцинации, игра воображения наших предков и нынешних очевидцев? Тогда почему о существовании параллельных миров сегодня заговорили авторитетные ученые? Октябрь 2012 года. Сенсационный доклад делает Стюарт Хаммеров, американский анестезиолог и по совместительству преподаватель Аризонского университета. Он приводит научные доказательства бессмертия души и существования загробной жизни. Когда человек умирает, и его тело разрушается, квантовая информация, содержащаяся в микротрубочках, то есть в белковых внутриклеточных структурах, не уничтожается, а распространяется в космосе. Наша душа, по словам американского ученого, создана из ткани самой Вселенной, то есть квантовой системы, состоящей из элементарных частиц. Дело в том, что любой человек, умерший, а умерший в критической ситуации, на надрыве, оставляет след, оставляет след достаточно материальный, обрезе кусочков его вещества, кусочков его вещества на том же самом экстремном уровне, как он сейчас любит говорить, на уровень. Стюарт Хаммеров утверждает, что когда сердце человека перестает биться, хранящаяся в организме информация не разрушается, а перетекает во Вселенную. Почему все люди, испытавшие клиническую смерть, видят одно и то же? Яркий свет и полет внутри тоннеля. Потому что в момент возвращения человека к жизни, квантовая информация, побывавшая в космосе, возвращается в тело. И мозг запоминает этот опыт. Из этой гипотезы также вытекает, что сон дан человеку не только для отдыха, но и для астральных путешествий в иных измерениях. Во сне люди могут решать сложнейшие жизненные задачи. А значит, во сне может происходить развитие человека. Классический пример. Дмитрий Иванович Менделеев увидел свою таблицу химических элементов во сне. И он не единственный ученый, совершивший открытие во сне. С развитием логики мы начали интуицию отставлять, отставлять, отставлять. Классика уже Декарт. Я мысль с этим существую, которую, кстати говоря, во сне придумал. Но этого не смутило. Вот, кстати, о прорыве. Сон как измененное состояние сознания. И мы сейчас думаем, думаем, думаем. Никто не говорит, чувствую, чувствую, чувствую. Но в конце мы-то живем ради чувств. Ради проявления чувств. Даже самый сухарь, математик, он будет 20 лет с какой-то теорией доказывать, чтобы в конце сказать, «Ах, я всему...» Конструктор первого английского летательного аппарата Джон Вильян Дун вел собственный дневник вещих снов, который опубликовал в 1927 году под названием «Мысли о времени». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Все эти несчастья сбывались, как правило, через неделю. Для меня, допустим, человек, играющий на фортепиано, это маг, волшебник и кудесник. Я как ни пытался, но нет ни слуха, ни голоса, ни умения. Хотя я в музыкальной школе учился, но я могу бить по клавишам, но сыграть там рахманина я не смогу. А есть люди, которые на это способны. Наверное, существуют люди, которые, задействуя свой мозг, входят в эти измененные состояния, способны видеть что-то, то, чего для нас кажется сумасшествием или колдовством. Известны случаи, когда человек в измененном состоянии сознания искал и находил пропавшие вещи, машины и даже людей. В 70-х годах пропал ребенок, и человек пришел к шаману, попросил, говорит, вот я хочу там, сделай птицу, я хочу посмотреть вот с высоты птичьего полета, где мой ребенок. Шаман при мне все это, он дал какой-то отвар этому человеку, потом начались танцы. И вот этот человек впал уже в транс, забился судороги, и все, он лег на землю и какое-то время был отключен. В этом состоянии он действительно почувствовал себя птицей. Он летел над полями и озерами к лесу, где предположительно мог заблудиться его сын. Шаман его восстановил, он все, встал здоровый, так сказать, все, я летал, я видел, я видел след от костра, вот там-то назвал, то есть, и потом охотники пошли вот туда, за это озеро, действительно, след от костра был на самом деле. Охотники, шаман, а с ними и писатель Бурлак, отправились к указанному месту и нашли спящего ребенка. Мальчика этого нашли. Ну, правда, чуть-чуть дальше, но костер был вот на том месте, где его отец сказал, я летал, я видел костер, это он оставил. И, в общем, ребенок был так и найден. Совпадение? Или действительно человеческий мозг, подобно радиоприемнику, способен настраиваться на волну иных измерений? Человеческий мозг – это квантовый компьютер. Наше сознание – это своего рода его программное обеспечение, а наша душа – это информация, накопленная на квантовом уровне. Сегодня много говорят о перспективах создания квантового компьютера. Квантовые компьютеры будут отличаться от нынешних кремниевых тем, что носителями информации в них станут элементарные частицы всей Вселенной. Они ускорят работу вычислительных систем до сверхъестественного уровня. Не случайно Нобелевская премия по физике за 2012 год вручена именно за создание технологий манипулирования квантовыми системами. Ее обладатели – француз Сержа Рош и американец Дэвид Вайнленд, продвигающие новые технологии. Но в связи с этим возникает вопрос – не является ли наша Вселенная уже чьим-то квантовым компьютером? Если это так, то, наверное, должен быть некий программист, который изначально вложил в человека программу, способную самообучаться и совершенствоваться. Ну, высший разум – абсолют, гений, творец этой Вселенной, которая безгранична. Ну, и мы как частица этой Вселенной в нашей галактике, на нашей маленькой, родной, но очень красивой Земле. По одной из версий, человек – это своего рода биологическая флешка, носитель накапливаемой информации. Во время смерти программист-бог изымает флешку, и накопленная информация в виде квантовой энергии перебрасывается в одно из хранилищ под названием потусторонний или параллельный мир. Опыт ушедших эпох суммируется в ином измерении и образует информационное поле Вселенной. Словно в матрешке. Каждая куколка – это та или иная цивилизация. Размер куколки зависит от объема поступившей информации. Чем он больше, тем выше уровень развития цивилизаций. Что касается нижних миров, то они точно так же существуют. Они живут за счет энергии нашей. И если человек живет недостойно, нарушая законы или заповеди Бога, и, так сказать, в преступлениях и так далее, он позволяет тем самым подключиться нижним сущностям к нему. И возникает канал. И человек начинает работать, жить, мыслить, и служить его деятельность. И энергетика вся идет на этих сущностях. И они живут за счет нас. Из нижних миров приходят и болезни. Сущности паразитируют на людях, отбирают энергию. Ученые обнаружили у микроорганизмов коллективный разум. Откуда он взялся? Ведь у вирусов даже тела своего нет. Однако микроорганизмы четко запрограммированы либо на защиту, либо на разрушение. Какая программа будет включена, зависит от энергетического состояния человека. Бактерии передают друг другу много разных видов информации. Например, если одни бактерии голодные, то их соплеменники, у которых еды много, приглашают голодных присоединиться к трапезе. У бактерий, как и у людей, есть половая жизнь. А скрещиваясь, они могут менять ДНК для улучшения своего потомства. Но это потомство может стать опасным для людей новым видом бактериологического оружия. Удивительно, как, к примеру, распространяется бубонная чума. Считается, что переносчиком возбудителя этой болезни являются блохи. Но все зло идет от бактерии чумы, которая попадает блохе в пищевод, когда та кусает зараженную крысу, чтобы напиться крови. Оказавшись в пищеводе, бактерия чумы начинает интенсивно размножаться и закупоривает блохе желудок. Пища, то есть кровь, прекращает туда поступать. Блоху начинает мучить голод. Она бесится и прыгает с одного человека на другого, кусаясь, в надежде наесться. И прежде чем погибнуть, блоха успевает заразить много народа. Поскольку без еды она может прожить целых 10 дней. А заболевший человек сам начинает заражать окружающих. Известные эпидемии чумы унесли миллионы жизней и оставили глубокий след в истории человечества. Но мы сейчас говорим о том, что бактерия с математической точностью попадает в слабое место блохи. Бактерия, чётко, словно запрограммированная квантовым компьютером Вселенной, добивается нужного результата, вначале заразив насекомое, а затем превратив его в транспортное средство. Человеческий организм – это сообщество органов, клеток, микроорганизмов. Это один большой механизм. Каждая бактерия в этом механизме имеет своё «я» и влияет на наше поведение и даже на наш геном. Но что становится причиной ослабления иммунитета, в результате которого вирусы и другие микропаразиты активизируются и вызывают смертельные болезни? Исследователи не исключают, что здоровье могут подрывать тёмные силы. Они способны вызывать в человеке приступы страха и подпитываться этой энергией. Когда человек заболевает, вот бактерия, человек заболевает, у него появляется страх. Страх появляется, что он умрёт, что он не вырастет детей. И так далее, и тому подобное. Чем больше в человеке страха, тем больше они получают вот этой псиэнергии. Из рассекреченных материалов. 16 ноября 2010 года. Стройка этого дома заморожена на неопределённый срок. Причина сейчас станет ясна. Поначалу съёмка ведётся двумя видеокамерами. Но после того, как неведомая сила подбрасывает первый предмет, исследователь покидает площадку. Его одолел жуткий страх. И заметьте, после его ухода хаос усилился многократно. Словно энергия страха исследователя стала существенной подпиткой для жизнедеятельности невидимой злой сущности. Чем больше панического страха, тем больше энергетики мы выбрасываем тёмным, чем они питаются, тем они становятся сильнее. То есть если мы боимся, мы их питаем. Вот и всё. То есть прекращаем бояться, значит, тёмные уходят, потому что здесь нечего будет поживиться, как я назвал. Наш трёхмерный мир, по одной из версий, отличается от других параллельных миров чистотой вибраций. Это как струны на гитаре. Они независимы друг от друга, и каждая звучит по-своему. При этом каждый звук, каждая нота – это порция энергии или квант энергии. Мы уже представляли структуру мира в виде матрёшки. У каждой куколки свой уровень развития, свой объём вмещаемой информации. А значит, своя частота вибраций, своё звучание. Вот если наполнить бокалы водой, и при этом они будут разной формы, объёма или количество воды, в каждом бокале будет неодинаковое, то ударяя по ним, мы услышим абсолютно разное звучание. Так и в нашем мире. Человек вибрирует в одних частотах, а пришельцы – в других. И объяснений поэтому и просто быть не может. Не потому, что мы глупые, а потому, что эти частоты и диапазоны не взаимодействуют. Нет пересечения, нет сенсоров, нет нечем пощупать, чтобы понять то, что происходит там. Но пришельцы могут менять частоты обитания. Поэтому для людей они появляются внезапно и также внезапно исчезают. Измерительная же аппаратура учёных не может уловить частоты окружающих нас миров, поскольку микроскопы, телескопы и другой инструмент заточены под вибрации лишь одного – нашего земного мира. Появление НЛО не должно смущать. То есть это просто высокоразвитая технология у каких-то цивилизаций, которые позволяют жить или в соседних мирах, или там же, где и мы живём, на тех же планетах, но меняя частоту быть видимыми или невидимыми. В марте 2010 года учёные НАСА обнаружили в Солнечной системе планету, которая то видна в телескопы, то не видна. Предположительно, это и есть та самая планета Нибиру, на которой, согласно древним текстам, проживают анунаки – тёмные силы Вселенной. Нибиру – это коричневый карлик, который крупнее Юпитера в пять раз. Многие учёные уже окрестили её звездой смерти. Это огромное, ярко-красное, загадочное и непредсказуемое небесное тело проходит мимо нашей планеты каждые 3600 лет. И всякий раз происходит смена магнитных полюсов Земли. По крайней мере, так повествуют шумерские летописи. Меняется климат, активизируются вулканы, растёт количество землетрясений. Материки погружаются под воду. При смене магнитных полюсов начнутся непредсказуемые движения поверхности земной коры. То есть вот эти тектонические движения, которые будут происходить, вызовут сильный, достаточно мощный инфразвуковой поток, инфразвуковое излучение. То есть Нибиру неблагоприятно влияет на вибрации нашей планеты, так как всё живое на Земле настроено на низкие частоты. Для человека благоприятное от 4 до 8. 10 Гц, 15 Гц – это уже напряжение и дискомфорт, который вызывает поток страдания, злости, раздражительности, депрессивного периода, депрессивного характера. А ещё ниже 30, эти 40 могут привести к тому, что человек просто разорвётся. То есть каждая клетка и кровь и все органы они войдут в резонанс и они не смогут восстановиться. Ряд исследователей прогнозирует, что на рубеже 2012-2013 годов наша планета переживёт великий квантовый скачок, который будет сопровождаться невиданными изменениями во всей Вселенной. Под квантовым скачком в физике подразумевают мгновенный переход квантовой системы. То есть атомы, молекулы, атомного ядра и твёрдого тела из одного состояния в другое. Или с одного уровня энергии на другой. Что такое скачок, это понятно. Это из точки А в точку Б мгновенно, только что было в точке А, теперь в точке Б. Что это за переход? Это переход в новое измерение, в новое энергетическое состояние. Считается, что Земля может во время перехода на новую квантовую частоту самовоспламеняться, быть затопленной наводнениями или разрушенной землетрясениями. Её также могут атаковать губительные микроорганизмы из других миров. С квантовым скачком можно сравнить состояние клинической смерти, когда душа покидает тело, а затем возвращается обратно. Такие перегрузки способен выдержать не каждый. Но те, кто выжили, обычно обнаруживают в себе способность возвращаться в параллельные миры, видеть будущее и даже хулиганить на астральном уровне, к примеру, состязаться в единоборствах. Ну, есть астральное каратэ, существует масса трудов написанных, есть люди, которые этим делом занимаются, ведут бои между собой. Ещё раз говорю, это наличествует, это присутствует. Алексей Диашев исследует уникальные способности таких людей и считает, что постичь их тайну можно будет лишь после того, как человечество досконально изучит возможности мозга. А пока механизм существования людей в астрале остаётся необъяснимым. Вечером ложится на работе в присутствии всех людей, всех сотрудников ложится спать, до утра встаёт с вырванным клоком волос и синяком под глазом. Где ты был? В астрале кратый занимался. бои без правил. Но мы видим результат. И можем проконтролировать, что реально человек находится вместе с нами, вдруг у него появляется отёчность, пропадает клок волос. Но это мы видели, как это расценивать. Расценивать это можно по-разному. Но главное, что люди с таким уникальным талантом по одной из гипотез могут объединиться и мысленно погасить или сгладить квантовый скачок Земли. Вот это состояние альфа создаёт оболочку, как у Земли атмосфера, создаёт оболочку силы и мощи, которой ничего ещё не придумано на свете вообще. Это противостояние любому вирусному заболеванию. Это противостояние любому вторжению или любому пагубному какому-то воздействию и противостоянии вот именно вот этим низкочастотным излучением. Некоторые парапсихологи отправляются в места силы по собственной инициативе. Летом 2012 года Алексей и его коллега Дмитрий поехали на Алтай. Мы туда ехали, чтобы сгармонизировать этот квантовый скачок. Потому что когда ты выходишь на эти уровни сознания на более как бы высокие вибрации ты начинаешь чувствовать они дают такие очень сильные возмущения очень волновые возмущения и не каждые люди могут это как бы выдерживать вот эти потоки энергии. Но что самое интересное что активировать эти места сил можно только с помощью тех духов которые там проживают. Дорога была нелегкой все-таки пять дней на автомобиле в одну сторону. Когда ехали по Чуйскому тракту появился первый курган с которыми у алтайцев принято здороваться как с высокодуховными разумными существами. Алексей смотрит на эту гору внутренним взглядом говорит а там богатырь там огромный богатырь как могила его вот он говорит темные все связи порезали с космосом и он говорит сейчас проснуться не может по словам Дмитрия Алексей мысленно вышел в астрал чтобы разбудить связанного богатыря то есть активизировать дух светлой силы который должен защитить нашу планету от темных пришельцев смотрит внутренним взглядом находит ту частоту в космосе ту точку куда он должен быть привязан и связывает богатыря с этим местом он начинает заполняться но опять же это все происходит на тонком плане то есть не то что физическое тело там просыпается раскапывает гору вылазит нет этого не происходит это все на тонком плане в более тонких мирах Дмитрий увидел как богатырь заполняется энергией как он оживает и просыпается размером он был не менее чем пятидесяти этажный небоскреб и вот кому об этом рассказать я честно говоря первый раз об этом просто рассказываю с кем-то делюсь потому что ну скажут Дим тебе подлечиться бы надо это потому что нереально я сам в это как бы голова в это отказывалась верить вот богатырь проснулся посмотрел на все говорит его мое что ж тут натворили что ж тут делать-то надо и вот потихонечку потихонечку он разбудил соседние сторожевые курганы потом послал гонцов там потому что далеко не один курган и просыпались 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 как только проснулись все богатыри началась жестокая битва с темными силами в разных параллельных мирах мир поменялся когда темные захватили естественно они не хотят отпускать вот это пространство не хотят отпускать то что они завоевали поэтому когда мы будили богатырей естественно они все-таки у темных есть свои начальники более высокого ранга духи поэтому когда мы ехали началась так называем планетарная битва планетарная война когда богатыри начали вот эти темные силы просто разгонять то есть освобождать вот этого пространства вот этих тяжелых энергий любопытное совпадение в это же самое время в районе Жигулевских гор места силы активизировал другой московский парапсихолог Ирина Белозерская по России есть основные точки мы будем не просто их называть аномальные зоны это те основные сверхсильные и сверхмощные места которые планета не просто заповедная которые планета держит как свой источник жизни свой источник силы свой источник вообще выживания и так далее вот это одно из этих мест Стрельная гора самая высокая точка Жигулевских гор Волга Самара Тольятти то есть это как раз тот пятачок центра именно в этот самый момент когда парапсихологи независимо друг от друга работали в разных местах России чтобы погасить квантовый скачок земли в печати появилось любопытное сообщение о том что на солнце якобы упали два НЛО в нашем планетарном пространстве сейчас находится так называемая дружественная цивилизация я их называю светлые силы или в общем-то они сплеят вот они говорят что мы пытаемся изменить траекторию этой Нибиры и все помнят что были вот два взрыва которые были на солнце все говорили что туда упало два НЛО да не НЛО это упало просто они запустили туда вот эти два всплеска выброса на солнце для чего для того чтобы вот этот выброс солнце он отклонил траекторию вот этой Нибиры тогда они изменят траекторию она не пролетит на этом опасном расстоянии от земли которая может нам принести большой вред удивительная страна России только люди нашей страны способны в трудные минуты думать о других и безвозмездно пытаться спасти мир от конца света по всем предсказаниям провидцев мы стоим на пороге коренных преобразований и рождения нового мира и человечеству нужен огромный духовный потенциал чтобы построить мир живущий по законам космоса то есть по справедливости по справедливости по справедливости по справедливости Редактор субтитров А.Семкин